Две победы и одно поражение. Так прошли домашние игры Даугавпилских юных хоккеистов в рамках чемпионата Латвии в разных возрастных категориях. Первую игру еще в субботу провели воспитанники Рената Вабешевича Ю-14. Им удалось переиграть соперников из Риги 2005 со счетом 3-1. Единственную шайбу, оказавшуюся в воротах голкипера Даугавпилса, гости из столицы забросили лишь за 6 минут до завершения основного времени. Следующую игру наша команда проведет на выезде 7 октября против Лепаи. В тот же день, но чуть позже прошел матч Даугавпилса и Лидо. В возрастной категории Ю-18 на Сейера с воспитанников Юрия Гурекина в острой борьбе ждало поражение со счетом 2-4. В итоге после четырех проведенных игр наша команда набрала только три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. А уже на следующий день своих болельщиков порадовали Даугавпилские юные хоккеисты Ю-16, которые вновь одержали победу. На сей раз им удалось разгромить соперников из Юрмала со счетом 14-1. Единственную шайбу в ворот Ильи Лукьянова забросил Кришини Салакс. После этой победы Даугавпилс возглавил турнирную таблицу первенства. С 29 сентября по 1 октября в Даугавпилском олимпийском центре проходил уже второй ежегодный международный турнир по дзюдо на Кубок Динабурга-2017. В этот раз в нем принимали участие более 200 спортсменов из 35 клубов России, Беларуси, Литвы, Эстонии и Латвии. Местных дзюдоистов ждала острая конкуренция. И многие из даугавпилчан смогли справиться с волнением и показать на ковре, на что они способны. В итоге воспитанник центра самбо и дзюдо Никита Лизунов стал чемпионом. Серебряные медали завоевали Дарья Лизунова, Данила Шадурова, Эвелина Зенова и Татьяна Быковская. Бронза в этом году в нелегкой борьбе досталась Алине Шиманской. Организаторы турнира, руководители центра самбо и дзюдо благодарят Даугавпилскую городскую думу, родители, воспитанников, друзей и гостей, которые помогли провести эти международные соревнования и оказали необходимую поддержку. Вот уже в 52-й раз в нашем городе прошел традиционный забег Даугавпилс Мэш-Тиэмс, в котором приняли участие почти 800 любителей активного образа жизни, причем не только из нашего города, но и со всей Латвии. Почетным гостем праздника стал Даугавпилский знаменитый атлет, участник летних Олимпийских игр в Лондоне Дмитрий Юркевич. Конечно, конкурировать с ним на дистанции в 10 километров никто не смог. Именно он был на финише первым. Однако для большинства участников непобеда была главной. Например, для мамы и сына Натальи и Вячеслава Крупиных это просто отличное времяпрепровождение, когда можно получить заряд бодрости и положительных эмоций. Мы бежим в марафон с сыном. Он занимается атлетикой, ну, за компанию. Для поддержания физической формы и для результата. А давно вы вместе бегом занимаетесь? Так, первый марафон я начала бежать с сыном, это было летом. И оттуда пошло. В азарт вошли, еще надо, надо, надо. И, ну, за поддержку команды, спарс МК. Всего было продумано несколько дистанций, в том числе и для маленьких участников. Им предстояло пробежать 200 и 700 метров. А затем самых быстрых ждали подарки от спонсоров и организаторов соревнований. Разные дистанции были придуманы для более старших, ребят и взрослых. Им предстояло пробежать 5-10 километров. Или полумарафон, который составляет чуть более 21 километра. Как раз эти расстояния выбрали для себя большинство бегунов. И если на дистанции 5 и 10 километров лидировали преимущественно даугавпилские атлеты, то полумарафон выиграли гости города. Среди мужчин быстрее всего положенное расстояние до мышцинсы и обратно пробежал представитель МАРУП Дмитрий Серегин. Тяжело далась дистанция? Ну, нет, сегодня прекрасная погода, очень хорошая трасса, без рельефа, без поворотов. Как бы, очень быстрая трасса, приятно бежать было, да. А давно занимаетесь легкой атлетикой? Да, уже 12-й год. Ну, многократный чемпион Латвии, восьмикратный, участник чемпионатов Европы. Ну, так как бы. Тогда на Олимпиаду? На Олимпиаду будем пробовать, стараться, 2020 год Токио. Среди женщин в этот раз победу одержала участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, спортсменка из Аллуксна Илона Мархилы. Ее любимая дистанция – 42 километра. Девушка привыкла бегать в марафоны. Поэтому полумарафон дался ей довольно легко. Заниматься бегом 31-летняя Илона начала еще в детстве. Почему? Ответ оказался вполне логичным. Потому что, знаете, когда не бегаешь, все время хочется есть. А если ты все время бегаешь, и даже если тебе хочется есть, ты не располнеешь. А мне совсем не хочется быть толстушкой. Праздник действительно посетили многие жители и гости города, до которых в промежутке между забегами развлекали различные певческие коллективы. Мы решили устроить просто праздник. Поэтому поставили и сцену, и детские забеги сделали. И решили даже покормить наших спортсменов. Все победители и призеры в разных категориях и на различных дистанциях получили заслуженные награды и отличные подарки от спонсоров мероприятия.